Здарова ребятушки с вами ладушки дот 4 ноября продолжаем 3 серия мне кажется так Мистер Нэш, пожалуйста, на секунду мы должны поговорить с доктором Канэ и Джесси. Подожди, подожди! Одну секунду. Тип, что за хрень? Что ты пытаешься сделать? Не помнишь, что случилось с Викой? Ты хочешь, чтобы эта штука взорвалась, и какой пальцем лишится? Ты хочешь, чтобы не разорвать твои пальцы? Позвольте обратно, пока ты получишь небольшие картины, потому что никто не трогает шоколадки. Мы согласны. Ах, давай, я не собираюсь стрелять. Я просто хотел использоваться для старого Клянтера. Ха-ха-ха. Ха-ха. Пёртый идиот уже? Да, он наверняка из-за подгузников. Ты видел это ископаемое? Нет. Я не слушаю. Просто поставь эту штуку обратно. Черт возьми, Лили, stop acting like you're everybody's mother. Я перестану строить себя заботливым омашем, когда вы кретины и перестанете вести себя как человек. Да-да-да, спасибо, блин, большое. Ты заговоришь по-другому, когда я... Как тебя зовут, Таня? Тип Рами, сэр. Почему ты нуждешь шоколадки, Тип Рами? Что прибыл у старика по имени Герман Клянтер, сэр? Это местный сапожник. Дело в том, что, ну, прито старика Матхиас Клянтер разносил его недавно одну школьную учительницу, и никто не знает где он. Я уверен, сэр. Я так все уверен, что старик Матхиас Клянтер один прячет его где-то своего внюка. Мы пытались говорить с ним, но это не приводит нас к нему. По-моему, сэр, грумпий старый маньяк просто стоял на дворе, притягивая его гонку. Так что говорить просто не будет работать. Я хочу спрятать старого гонюка, сэр. Спрятать его хорошо, и запрятать его. Клайнердс гонку снял соль. Соль? Да, сэр. Соль. Но что разница? Я не говорю, что он меня стреляет. Я просто хотел спрятать старого гонюка, понимаете? Не так, как я собираюсь справиться на перестрелку. Наверное. Каждый поступил на службу, типа, вы дали табельный пистолет, да? Конечно. Но кто-то боится, что-то боится? Все в Шарпуле у них есть пистолет. Что еще вы дали? Я прощаюсь, сэр? Когда вы поступили на службу, что тебе еще вы дали? Я выделил форму, сэр. Что еще? Радио. И это все? Ух, и нож. Вот этот нож? Да, это точно, сэр. Биг, да? Я... Я... Пожалуй, сэр. Сэр? Что вы думаете, сэр? Вы думаете, сэр? Я не знаю, сэр. Да... Да, сэр. Это... Очень страшно, сэр. Ну, а то, что для тебя нуждаешься пистолет, сэр? Я... Я... Отнесу его обратно, сэр. Я отнесу его обратно, сэр. Сейчас же отнесу. Ну, что ты ждешь? Я отнесу его обратно, сэр. Я отнесу его обратно, я пойду. Да, я просто хотела... Вези в мою офисе в вечер, пока ты будешь домой, хорошо? Хорошо. Ладно. Эти сраные титры. Я не могу прям пожаловаться на титры. Красава, не пришел на работу. Красава. Вот. Понимаете, они разговаривают в нормальном темпе. То есть, как для разговора, это вполне нормально. Но титры летают вот так, 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 так. Это прочитать вообще нереально. Ну, то есть... Хорошо, может прочитать это реально, озвучить это нереально. Я на фоне слушаю, ну, и типа на английском-то я понимаю все, что происходит. А вот вы... Вас мне жалко. Кто не успевает, ставьте на паузу читать. Но я думаю, в принципе, в курс того, что происходит. Пенкин. Идешь, знаешь, каким лесом? Мистер Нэш, мы в черток ароматный дуб срубили, что его можно было перекинуть через большую трещину от края до края. Ведь помните, лень не барабанчик в моей группе. Так вот, наделали мы ему кучу палочек из этого дуба. Он в честь такого дела решил впервые попробовать сыграть под Метроном. Но буквально через минуту какой-то такой игры у него начался такой какой-то приступ. И у вас все утрясло. Изо рта прямо пена шла. Пришлось одну из тех палочек ему между челюстью засунуть, чтобы он себе зубы нафиг не стер. В общем, мы с ребятами тянули жребий. И выпало так, что сегодня сидеть я не буду я. Его нужно привести в чувство. Концерт перед кузенами на носу. Знаю, что вы не против. Знаю, что вы не против. Кто тебя спрашивал, блин, тварина? Если ты когда-то появишься на работу, будь ты хоть бог-терминатор, блин. Будь у тебя хоть две тысячи звездочек. Я тебя выгоню к чертям за... Ну, по-моему, это сделано специально, чтобы бесить нас, ну, то есть, игрока. И он так и не явится на работу до конца игры. Ну, что, ну, таких людей я их знаю в реальной жизни, которые вот так вот поступают. Ну, а завтра я точно буду на службе. Уже форму нагладил. Да-да-да, форму нагладил. Ты уже третий день меня динамишь, скотина, блин. Я не знаю, что я тебе сделаю. Ботинок тебе в печень. Сегодняшняя смена. Не так много, но, возможно, справимся. Ну, пусть сами выбирают. Лишний зарядик тазера. Четыре светошумовые. А что светошумовые? Никто не... Один человек только взял светошумовую, да? Я не могу им отдельно повыдавать светошумовые. Ладно, поехали. Вы можете отправлять копов, собирать дополнительную информацию или искать новые кадры по подозреваемым. Копы заняты на расслаблении. Недоступны больше через дня. Знаю. Кто у нас там по... Стрельба, интеллект. Нам нужно по интеллекту кого-нибудь. Вот ты поедешь, наверное. Поиск новых улик. Поиск новых кадров. А, вот ты тоже очень умный. А я не могу их пере... Я не могу их переиначить! Блин! А как... Мне только сейчас дошло. То есть, как вот в прошлый раз... Я вспомнил, почему я расстроился. Потому что я купил нового полицейского. Неправильно. В один клик, блин. Без предупреждения. Так сейчас тоже... Я не могу переиначить. То есть... Вдвоем поедете. У меня и так мало людей. Кто-то не пришел. Кто-то это... Я остался с пятью недотепами. Ладно. Кража. В заседании суда. В здании суда. Про них неизвестно. Я украл в архиве личные дела осужденных. Уедь ты. Там не надо какой-то профессионализма. Это не сложно. Ты просто получишь дело. А потом мы, скорее всего, будем его расследовать. Так что... Попытка ограбления, кстати. Здесь сорок пять надо. Вооруженный парень с чулком на голове хотел ограбить банк. Их ранее разглядел, что пистолет в руке у грабителя игрушечный открыл по преступнику огонь. Парень выскочил на улицу. Виночку, мы сейчас отправляем полицейского, чтобы помочь парню справиться с продавцом, потому что у продавца настоящее оружие. Ну, похоже на то. Интеллект, скорость. Переговоры, стрельба. Давай, давай, идёшь. Ты это точно не запоришь. Я без прикрытия никуда не поеду. Я без... Я без прикрытия никуда не поеду. Ты посмотри на её статы. По стрельбе, по переговорам, по силе. От комментарии Курасавы. А это, мистер Нэш? Я тут приболел сильно, даже на работу не смог выйти сегодня. Звоню по срочному делу. Мне нужно брать вещи из прачечной. Дома ничего чистого не осталось. Даже в простыне. А врач сказал, что мне нельзя лежать в грязном и потном, иначе вообще никогда не выздоровлю. Не могли бы помочь? Конечно, я не прошу вас лично ехать в прачечную. Боже упаси. Сгоняет мой кореш, который сегодня на смене. Вы его только отпустите с работы. Нет, блин. Подставил меня, тварина. Ещё и полицейского моего просишь? Пошёл нахрен. Я не верю в такие сказочки, что у тебя дома всё в говне, блин. И единственный способ это забрать кого-то с моей смены. Пошёл нахрен. К тому же каждый из них выёживается. Я один не поеду. Я туда не поеду. С кем ты меня ставишь? У меня нету столько людей, блин. Вы слишком охренели. Крупный мужчина переходил дорогу на зелёный и чуть не попал под колёса. Машина с шумными подростками затормозила в сантиметре от него. Мужчина решил научить юного водителя правил дорожного движения и вытащил его из авто. Хорошо. А мы тут при чём? Чувак шёл на зелёный. Вот. Сказано, ушёл на зелёный. Его чуть не сбила тачка. Он хочет помордовать подростка. На здоровье. Зачем мне сюда ехать? Я не поеду туда. Блин. Ну, придётся. Отправить. Парень щелком на голове садится на велосипед, что стоял возле Панка. Преступник не воротил него на сирене и погнал на велике прочь. Я как на перерез, конечно же. Патрульная машина резко перегородил дорогу к преступнику. Он врезался в автомобиль, упал с велосипеда и стал лёгкой добычей полиции. Оказалось, что он не хотел быстро разжиться деньгами на машину. И какая ирония. Машина тебя и остановила. Ладно. Далее. Одно очеча. Одно очеча. Куда тебе это очеча вставить, блин? Тварин. Я одна не поеду. Эээ. Где тут прокачать, чтобы трусости не было? Где тут смелость качать? Может, интеллекта тебе вкачать? Поумнее станешь. Шинни получила перк охотник. Полицейский обзаряживает взрывчатые устройства. Также во время... Вовремя. Не во время. Замечает ловушки и предупреждает на них сослуживцев. Школа имени Астрид и Йонсон. Тёмный седан сбил мальчика, который перебегал дорогу и пытается скрыться с места преступления. А мы... А я не успею. А я не успею. Мне некого было отправлять, блин. Из-за вот этой вот твари китаёвской, блин. Потому что... Потому что, видите ли, она одна не поедет. Забрала у меня копа просто так, скотина. Ладно. Крупный мужчина вытащил юного водителя из машины. Швырнул спиной на бампер из машины. Выскочили друзья парнишки. У одного из них в руках хоккейная клюшка. Успокоить! У тебя с интеллектом на переговоры не очень. Копу удалось успокоить всех участников конфликта и отправить их в участок. Зачем их отправлять? Блин, ладно, может малым штраф выпишут. На тебе, в переговоры лишние. Не двигаться. До поднятия требований полицейский может взять преступника на мушку и обезвредить его на один ход. Ну, эти вернулись, блин. А что мне по расследованию? Вы ничего нового не нашли? Это, видимо, в конце дня будет. Ну, хорошо. Жалко, вон, реально хорошее, ну, реально важное преступление, где черный седан чуть не сбил мальчика или сбил мальчика. А я туда не успел из-за вот этой вот придурочной. Деревообрабатывающий завод. Директор завода увидел из окна своего кабинета какой-то... Как кто-то испражняется на его старенькую машину. Едь. Будем ловить говнокидателя. Школа мне... Мужчина пришел забирать своего сына из школы, но вместо этого начал домогаться к молоденькой учительнице истории. В школе сегодня не задался день, да? Старик со спущенными штанами сидит на корточках на капоте машины директора завода и что-то напевает себе под нос. Дать ему закончить! Я бы, на самом деле, дал ему закончить, потому что явно у него есть для этого причины. Будем его заламывать. Копу удалось заломать и арестовать преступника, казалось, что старик хотел отомстить директору завода за то, что тот вынудил его выйти на пенсию. Ну, я же говорю, у него были свои причины, я бы ему, на самом деле, дал бы... Дал бы просраться! Да. Идешь в переговоры. Заставить сдаться с небольшим шансом того, что преступник служит оружие и перестанет действовать до конца миссии. Раненые сдаются намного охотнее. Полицейский допрашивает арестованных. Местохождение преступника активного объекта подсоединяется на один ход. Полицейский не может допрашивать преступника больше одного раза. Вообще, музыка по своему виду напоминает мне какого-то, знаете, такого старого пёселя. Как они? Не бас? Может даже бас от хаунда? Ну, такой, понимаете, поношенный, старенький уже. Так. Мужчина прижал учительницу к доске и лезет ей под юбку. Девушка одной рукой пытается его оттолкнуть, а другой тянется к указке. Подать указку! Заломать преступника. Использовать шокер. Заломать преступника. 5.40, complete. Копу удалось заломать. Мужчина тут же раскаялся в своём поведении. Со мной всегда так было. Ничего не могу сделать при виде училок голову, теряя член стоит как арматура. Зачем нам такие подробности? Побег с места аварии. Никто не приехал на вызов. Преступник сбежал. Да, потому что мне некого было прислать, блин, из-за того, что у меня отбиты и подчинённые. Секреты розовой жвачки. Копы подготовили. Подготовили отчёт о проделанной работе, поэтому так. Открыть расследование. В глубине полки из-под видика была прилеплена розовая жвачка. Преступник забрал видеомагнитофон, но оставил провода, которые соединяли его с телевизором. Возможно, вор сильно спешил или просто не знал, что провода ему понадобятся. Да, это Томми стащил вечно... А, это у нас сын хозя... Подождите, подождите. Это провода. Это жвачка. Это Эрик Элмер. Сын хозяев дома. Я забыл, на самом деле, в чём само дело. Ладно. Да, это Томми стащил. Вечно, точно вам говорю, он в нашем классе самый нищий и жадный. Даже жвачкой не поделится. Вечно рассказывает, что родители подарили ему самый крутой видик, но... Его, конечно же, никто не видел. А когда мы досмотрели кровавую рубашку 4, ребята начали расходиться. Он засел в туалете, пока я с пацанами возле двери его ждал. Он мог не то, что видик, но ему и самокат. Свой огромный рюкзак без проблем запихнуть. Когда приходил сантехник... Так, Эли Элмер, хозяйка дома. Это был хозяин дома, да? Нет, погоди, это сын. Сын хозяев дома, да. А это у нас хозяйка дома. Когда приходил сантехник, меня дома не было. Я была у Барбары, нашей соседке помогала ей с ребёнком. Как по мне, то и хорошо, что видика не стало. Эрик проводил перед экраном слишком много времени. Но мужу я сказал, что больше никаких чужаков в доме не было. Пусть своими руками всё чинит. А то мало ли кто придёт в следующий раз. Не вор, так насильник. Джон, хозяин. Я думаю, что видеомагнитофон украл сантехник, который вчера днём приходил чинить раковину. Но он ещё долго рассказывал про кровавую рубашку 5, которую смотрел у товарища дома. А я, дурак, возьми и похвастайся, что новый видик купил на той неделе. И теперь одноклассники сына у нас фактически ночуют перед экраном. Сантехник на этом подцоклый закон сказал, что только мечтает на видик накопить. Мы ещё немного поговорили, а потом ему зазвонил телефон. И отошёл минут на 10 в свой кабинет. Работа ж не ждёт, знаете ли. Этого времени ему бы с головой хотелось, чтобы найти видик, спрятать сумку и вернуться к починке раковины, как ни в чём не бывало. Спасибо, что хоть починил нормально. И по голове разводным ключом не дал. В Шарпуде такое постоянно случается. Так. Секрет розовой жвачки. Кто-то украл видеомагнитный фон из дома Элмеров. Жвачка. Провода. Видик под телеком. Внише на полке. Пустая полка из-под этого. У нас есть школьник. На сантехнику у нас не хватает. Крадучись выходит из туалета. Томми, Мурмей, с другими мальчиками выходит из дома Элмеров. С рюкзаком заходит в туалет. То есть у нас или пацан, или сантехник. Не зря, что называется секрет розовой жвачки. В глубине полки из-под видика была прилеплена розовая жвачка. Это важно. Каким-то образом. Подождите секунду. С другой стороны, у меня не было кого-то, кто собирал бы на сантехника. Понимаете, розовая жвачка. Меня вот эта штука вот немножечко настораживает. Где она была? Свидетельствует... Так. Присок не забрал, видимо, гнитофон, но оставил провода, которые соединили его с телевизором. Сын хозяев дома. Он в нашем классе самый нищий и жадный. Даже жвачкой не поделится. Даже жвачкой не поделится. Вот эта вот фраза меня почему-то наталкивает. Короче, смотрите. Провода оставили. Вряд ли сантехник оставил бы провода, потому что чувак взрослый и знает, как это работает. И он сам копит на видик. И всякое такое. К тому же, зачем ему подставляться и рисковать работой, если его засекут, что это он своровал. Пацан. Пацан вполне мог бы стащить видик, потому что он не знает, что нужны еще и провода. Он не шарит в этом. Потому что они самые бедные. У них никогда не было ни видика, ничего. Он не знает, как это работает. Во-первых. А во-вторых, он мог оставить жвачку с таким, типа, что... Вечно вы мне жвачку клянчите в школе. Вот вам пожеванную. Я вам оставлю, как издевку. Мне кажется, что это так работает. На самом деле, мне выбирать-то особо нечего. Я не могу обвинить сантехникой. Я не могу предоставить ни одной фотографии. Поэтому пойдем с версией с пацаном. Но в данном случае, мне кажется, что версия с пацаном правильная. Теперь. На полу и смотрят. Так. Уходит в туалет. Крадучись, выходит из туалета. Крадет видак. И они уходят. Нет? Ну, то есть, видик, стоит на полке. Сидят на полу и смотрят кино. Мы с Томми, с рюкзаком уходим. Нет, ну это же неправильно. Самокат не надо. То есть, тут не хватает фотки, что ли? Самокат, это явно лишнее. Это мне полностью скипает. Я понял. То есть, мне тут не хватает какой-то фотки. Вот они сидят. Вот видик стоит под телевизором на полке. Вот они сидят и его смотрят. Вот он уходит в туалет. Вот он. Мне придется еще один день на это потратить. Короче, вот эта штука с расследованиями, она тут сделана отвратительно. Пока ты не сложишь в нужном порядке, оно не запустится. Ты не можешь сказать, давайте вот так, а потом тебе скажут, правильно это или неправильно. Запей. Ну, это вообще какой-то... Так, Клемси. Открыть расследование. Просил часть отделения, собрал базовую информацию о деле черной коробки. Двери в архив кабинета. Двери скрыты аккуратно, но без использования грубой силы. В замке обнаружено несколько деревянных щепок. Интересно. Внутри беспорядок, коробка с старыми делами прокинута на пол, и рядом с ней валяется десяток свежих дел. Короче, игра тебе такая говорит, или ты отправляешь три полицейских на то, чтобы полностью разрешить это дело, или же идешь нафиг просто. Хорошо. Не кликаем сейчас! 16. На 16 я могу, кстати, купить лейты, которые по всем показателям лучше, чем Уильямс. И Уильямс идет с имперсовым баллончиком, но на самом деле вот этот чел мне нравится гораздо больше. Джексон. Джексон тоже мне не очень нравится. Так, завтрашняя смена. Горчичка. Ты отдыхать. Тебя давай. Не буду работать каждый день. Музыка. Аронович. Климзи идет отдыхать. Лейты. Аронович от того, который в прошлый раз нанял, да? Так. Барч идет отдыхать. Флауэрпотс идет отдыхать. Райзенкардс. Шинни... Короче, она очень... У нее очень хорошие статы. У нее очень хорошие показатели, но она редкостная скотина. Я одна не поеду, я не буду каждый день работать. Я та-та-та-та-та-та... Идешь ты знаешь куда. Семь копов выбрано. Поехали. Завершаем день. Потому что адекватней... Ладно, я хотела поговорить. Да, я... Ну, прежде чем я... Спасибо, что помог мне утром с этим парнем. Иногда он просто... Не, вот о чем. Хотел поговорить. Это очень серьезно. В самом деле, очень серьезно. Да, сколько я понимаю, вчера у вас случилась какая-то... Постановка с Чарли Флетчером. Мне звонил доктор Канаян, и вообще Флетчер наклимается через пару дней. Ничего серьезного. Но я хочу, чтобы такое больше не повторялось. Хорошо? Я не могу тебе этого обещать. Я... Я не понимаю. Я сказал, что я не могу тебе обещать, что такое ничего больше не повторится. Ну, чувак вел себя как говно. Слушай, Джек. Я тоже недолюблю Флетчера. Я у него Флетчера. Я буду обращаться с причинами, так как считаю нужным, что я имею в виду. Но, Джек, есть границы. Я, как шериф, я очертил эти границы. Хорошо? Я уважаю твой опыт. Я еще сильно не уважаю... Я просто хочу сказать, что есть правила, которые нужно соблюдать. Я верю, что эти правила это неотъемлемая часть. Часть... Ну, ты понимаешь, я уверена, что мы поняли друг друга, и больше таких проблем не сникли, да? Нет. Чувак ведет себя как мудак, чувак отгребает как мудак. Почему я здесь? Прошу прощения. Почему я здесь? Ну, потому что... Потому что я попросил тебе сказать поговорить, и я... Нет, нет, не так в кабинете. А вообще... Здесь. Что я здесь делаю? Почему я здесь, Лили? Потому что ты... Потому что ты приходил в одной сложной ситуации, и теперь... Я помогаю тебе рулить департаментом. Могу бежать, я могу отправиться за решетку, но я здесь. Почему я здесь, Лили? Это можно назвать своими выгодной сделкой, потому что... Почему, Лили? Это простой вопрос. И ответ на него тоже простой. Почему я здесь? Джек, я не знаю, что ты... Это очень странно, не правда ли? Какой-то барабаный старик с потерями документов заговорит из зубы и становится... Джек, пожалуйста, ты знаешь, насколько это остановится правой рукой шерифа. Практически делается шерифом всю работу. Как же так вышло, Лили? Давай же, скажи мне. Джек, я прошу тебя. Это уже у тебя в голове. Я хочу, чтобы ты произнесла его, Лили. Произнесла вслух. Почему я здесь? Скажи. Почему я здесь? Потому что я шик-коп, да? Я шик-коп, я не могу делать ничего. Шик-коп, шик-коп, шик-коп. Без тебя здесь, чтобы помогать, это будет конец. Ты хотела бы мне сказать, что это, что ты хотела? Ты сейчас доволен? Я очень доволен, Лили. Я говорю, что давайте, наверное, тогда будет более логично по одному дню проходить. Они останутся длиннее. У нас появляется расследование. Мне кажется, что если по два дня за серию, серии будут очень затягиваться. Чек-поинты очень хорошо располагаются ровно посередине. Поэтому думаю, что пока что мы на этом закончим. Спасибо всем, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok